В истории нашего государства немало дат, повлиявших на судьбу абхазского народа, на его самоопределение, обретение им государственной независимости. 29 лет назад, 15-16 июля 1989 года, в городе Сухум и других районах Абхазии впервые произошли грузино-абхазские столкновения. Этому предшествовал ряд событий, апогеем которого стало распоряжение о создании в АГУ филиала Тбилисского госуниверситета, принятая Верховным Советом Грузии 14 мая 1989 года. Ранее, с 6 по 14 мая, чтобы добиться этого, перед зданием нынешнего государственного русского театра драмы, студенты грузинского сектора АГУ устроили сидячую забастовку. В Сухуми ежедневно собиралось до 5000 человек грузинского населения, которые поддерживали бастующих, приезжали также их единомышленники из Тбилиси. По всей стране проходили многочисленные митинги грузин, на которых не скрывались антиабхазские настроения. Абхазы понимали, с какой целью проводились все эти акции. 15 мая представители абхазского народа собрались на площади Ленина. Туда вынуждено было прийти и тогдашнее руководство Абхазии. На этом митинге руководство республики заявило, что открытие филиала Тбилисского госуниверситета ВАГУ носит временный характер. Однако ситуация обострилась в середине июня 1989 года, после того, как стало известно о начале приема документов на поступление в Сухумский филиал Тбилисского государственного университета. Соответственно, это привело к адекватным действиям со стороны абхазов. 22 июня в госфилармонии началась сидячая забастовка, участники которой требовали прибытия из Москвы комиссии Верховного Совета СССР. Комиссия прибыла 3 июля и акция прекратилась. Постараемся объективно разобраться, доложить Верховному Совету. Видимо, будем слушать, я как председатель комиссии буду настаивать, чтобы на комиссии по национальной политике, междунациональным отношениям в Верховном Совете заслушали мы на сайте руководство республики Грузии и Абхазии по этим наболевшим вопросам. Я думаю, что на этом работа не остановится. Депутатская комиссия после изучения документов, многочисленных встреч и бесед уехала 10 июля. Подготовленное ею заключение о нецелесообразности разделения АГО по национальному признаку было опубликовано в республиканских газетах на абхазском и русском языках, обснух общесоветской Абхазии. Республиканская газета на грузинском языке с обчета Абхазити решила напечатать его текст, но с комментарием руководства ТГУ, где говорилось, что заключение комиссии не имеет юридической силы и прием документов от абитуриентов продолжается. В воскресенье 16 июля в помещении Сухумской первой грузинской средней школы, несмотря ни на что, планировалось начать приемные экзамены в филиал ТГУ. Обстановка накалялась уже не с каждым днем, а с каждым часом. То тут, то там, в центре города вспыхивали локальные потасовки с применением всего, что попадало под руку. Абхазы численностью около 5000 человек постепенно собирались на площади Ленина. Среди них было много женщин. Примерно в 21 час 30 минут на них со стороны улицы Чавчавадзе последовало нападение до тысячи оголенных по пояс, чтобы не перепутать своих с чужими грузин. Впереди ехало два КАМАЗа с молодыми людьми, которые скандировали Сакартвелу. Начало появляться огнестрельное оружие. Всю ночь по городу слышалась стрельба. Столкновений не удалось избежать. Были и жертвы. 17 человек погибли. 448 получили ранения. К нам 50 человек. Из них мы госпитализировали 19. 10 человек были у нас пострадавшие с травовым ранением. Области в основном головы, верхней половине туловища. 9 с ушибленными ранами. Всем им была оказана помощь, адекватная медицинская помощь. Отказов ни одного не было. И, в общем-то, все обошлось у нас по медицинской части. Все было бы получено. Жертв могло быть гораздо больше. Крайне напряженная ситуация сложилась в ту ночь в Ачамчире. Тысячи жителей Западной Грузии и Галского района Абхазии, а к утру их было до 30 тысяч, попытались прорваться на помощь своим в Сухум. Но заблаговременно оповещенное руководство РОВД перекрыло заслоном из десятков автомобилей мост через реку Алсга и организовало оборону. Около часу двух дня, 16 июля, к мосту из Сухумского аэропорта прибыла группа десантников под командованием генерал-полковника Шаталина, после чего, пытавшиеся прорваться, отступили. Введение в Абхазии особого режима поведения граждан, меры, предпринятые командованием внутренних войск СССР, позволили потушить на тот момент пожар конфликта. События 15-16 июля 1989 года дали импульс для консолидации народов Северного Кавказа и Абхазии. Активизировалась работа по объединению прогрессивных сил. 25-26 августа 1989 года в Сухуме состоялся первый съезд Ассамблеи горских народов Кавказа. Громче стал звучать голос Народного форума Абхазии Айдгалара. Ирина Аршба, Абхазское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok